Показатели агропромышленного комплекса Брестщины всегда были высокими и занимали лидирующие позиции в стране. Результаты первого полугодия доказывают этот факт. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств области составил более 100%, в том числе в общественном секторе – 101,2%, при годовом задании – 106%. Валовое производство молока в регионе увеличилось на 1,5% и составило около 532 тысяч тонн. В итоге на республиканских дожинках в Жлобине в этом году Брестская область была признана лучшей. А Пржанский район стал победителем смотра конкурса землепользования, высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животнооческих ферм и комплексов. Но несмотря на хорошее начало, к концу года некоторые показатели по региону резко пошли на убыль. По итогам работы за 8 месяцев мы не добрали той объемы продукции, за которую нам должны говорить сегодня спасибо. Но осуществляется сегодня миллиардами, миллиардами денег. Точнее скажу 367 миллиардов рублей. Это недобор сельхозпродукции, который обшитывается сельхозподприятием Брестской области. Меня как руководителя области настораживает, потому что я вижу, что начинается вот такая нехорошая, будем говорить, соглашательская позиция руководителей сельхозподприятий на те недостатки, которые появляются. Это и снижение темпа по производству молока, это и уже появляются факты невыплаты и заработной платы. По мнению представителей комитета по сельскому хозяйству и продовольству Брестского облсполкома, одной из причин низких показателей является то, что кадры не были готовы к модернизации и реконструкции объектов аграрного комплекса и не сумели вовремя среагировать и переустроиться на новый, более качественный уровень. Эта проблема автоматически спровоцировала людей на так называемые приписки, искажения действительных цифр. Оперативная отчетность увеличена, завышена относительно статической на 1700 тонн молока. Вот идет про украшение ситуации. Мы говорим одно, делаем другое. И в целом за летний месяц у вас приписки составляют 6200 тонн молока. Ненадлежащее содержание и кормление животных, проблемы в технологии хранения заготовки кормов – это одни из основных причин снижения продуктивности дойного стада и валового производства молока к концу этого года. Поэтому главная задача, которая стоит перед аграриями сегодня – разработка стратегии решения основных проблемных вопросов и составления плана грамотного подхода к развитию этого сектора сельского хозяйства на будущий год. По словам губернатора региона Константина Сумара, открытое обсуждение наболевших вопросов послужит своеобразной встряской для руководителей СПК и даст толчок для дальнейшей, более продуктивной работы. Спасибо.